Итак, стоматология полагает, что кислоты, вырабатываемые бактериями, разрушают зубную эмаль, вызывая кариес, что остатки пищи между зубов и есть питание для бактерий, потому нужна зубная паста, нить и регулярные походы к стоматологам. Но кариесы неизбежны, а питание тут вовсе ни при чем, и зубные врачи даже не предлагают его скорректировать, изменить питание. А как в той рекламе по телевидению говорит один малахольный молодой стоматолог, потакая желаниями пищевой индустрии, плывущих в матрице цивилизации обывателей, я, говорит, он считаю, жизнь без кофе и мороженого просто невыносимой. Ох, какой он ранимый и такой душевной организацией. А если питание для зубов, какое это должно быть питание, можно ли их сохранить вообще? Как тогда питаться? Что нельзя, что можно? Вот слушайте, и вы узнаете все, как есть, без прикрас, только истину, только факты. Итак, питание. Поймите и знайте, кто не знал и не думал об этом, что именно кровь переносит все питательные вещества, то есть минералы, во все клетки и ткани нашего организма, в том числе и в зубную ткань, обновляя ее постоянно на протяжении всей жизни человека, и по крайней мере на протяжении всего срока жизни данного конкретного зуба. Именно через кровь в костную ткань переносятся все ее составляющие компоненты, то есть минералы и иные вспомогательные для построения и обновления костной ткани вещества. Мед, вопреки предубеждениям некоторых доморощенных умников, не опасен для зубов, а напротив полезен, но только если этот мед натуральный, диких пчел, то есть бортневой или из колод, собранный за весь сезон, а особенно перезимовавший с пчелами в колодах, то есть полностью созревший, ферментированный, полезный для зубов и перга, и заброс. Не все, что продается в магазинах, безвредно, хватит уже иллюзий. Сахар, химические шипучие напитки, они являются кислотами, и потому есть растворители зубов и костей, помните об этом. Кто не знал, в их состав входит, например, ортофосфорная кислота. Смотрите мое видео о сахаре обязательно. Никаких химических подсластителей не используйте, но в конце концов есть фрукты, наконец есть сироп топинамбуру, виноградный, живой, сыроедный, сироп для подслащивания чего бы то ни было.